Рубрика Буфетчик 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 когда все еще о гимне России спорили, он сказал, какой гимн страны, конечно, Божий царя храни. Потому что ведь его не пускают с самого утра каждый день. Но все его знают. И буфет это такая же вещь, которая как бы изжита из обихода, но она все равно существует. Но вот парадокс. В России буфетов нужно много, а их нет совсем. Я вот тут подумал, почему, вот почему. Человек русский, вернее российский, в прошлом советский, в абсолютной своей величине, нищий. И, конечно, большинство сейчас жрет дома. Просто не по карману в других местах. Или деньги на другое уходят, более важное. Как бы мы ни говорили, что мы средний класс, нет, мы Москва, это совершенно другое государство. В каких-то городах есть свои рестораны. Но у нас к хорошему нет тяги, у нас тяга к быстрому. Нет тяги к закуске, есть тяга просто выпить, да на улицу выйти так дешевле. У Чехова есть фраза, ее любит моя сестра повторять. Могу не точно процитировать, надо будет потом у нее проверить. Необходимым условием личного счастья человека является праздность. Буфеты это где-то там же, где праздность. В советской нашей жизни были закусочные да рюмочные, как бы общественные буфеты. Таких осталось совсем мало, но появились новые, буржуазные. Я знаю, есть хорошее место, русская рюмочная комната. Не знаю, работает ли она сейчас, но по-моему работает. В том переулке, где театр юного зрителя. Вверху этого переулка есть тоже похожий на буфетную бар Нур, Дельмана и Демичева, где раньше было что-то типа Бестро. Можно, конечно, привезти к буфетам кофе-хаусы, но это совсем не то. «Одна великая актриса рассказывала мне про Олега Даля. Он, когда работал в Ленинграде, провел ее и еще одну великую актрису по своему маршруту от Дворца культуры первой пятилетки до гостиницы «Октябрьская». Короче говоря, по дороге они зашли в 11 рюмочных. Утром Олег Даль, нависнув над великими артистками, они спали, разумеется, отсыпались в своем номере, длинным указательным пальцем тыкал им в лбы и приговаривал. Теперь поняли, как плохо пить. Тогда можно было проследить маршрут жизни по рюмочным. В советское время буфеты были школьные, театральные, актерские, зрительские, закрытые, служебные. Теперь буфет-автомат. Верочка ходит и в музыкальную школу, которая в том же месте, где и художественная. Так вот в музыкальной школе, по-моему, и в художественной школе тоже стоит такой автомат. Вере очень нравится покупать в таких автоматах. Она пряник любит покупать. Модернизация буфета. А ведь буфет, к слову, уютное. Маленький, уютный кабачок любой. Будет уже буфетом. Как бы мы, кстати, Вась, не относились к маяку, но маяк в данном случае, именно буфет, не клуб. Хотя зачем нам маяк? Ведь есть гениальная шашлычная у Никитских ворот. Я раньше часто сюда ходил, жил рядом, так что район мой. Эта шашлычная функционирует довольно давно, с начала 90-х. Но расцвела она, когда окончательно захерел кинотеатр повторного фильма. Кино перестали показывать, тем более повторять. И шашлыки и пиво заработали. Уверен, есть взаимосвязь. Сюда перепитнулся дух кинотеатра повторного фильма. Гений дзюдо, зеркало, разиня. Кто знает, тот поймет. По ценам шашлыки и пиво жестко отличаются от маяка. Тут кухня хорошая. Харчо хороший. Шашлык баранье рекомендую. Хотя не скажешь, что специально для тебя приготовлено. Но все качественно. Кавказская кухня одно слово. Хотя непонятно, грузины тут работают или абхазы. А вот как правильно, абхазцы или абхазы. Чеченцы или чечены. Главное, что меню и технология отработаны годами. Или выками. Я почему-то думал, что шашлык это кавказское изобретение. Нет. Удивился, когда первый раз в Израиле был. В Шаббат, в Тель-Авиве, на набережной этого шашлыка. На каждом углу стоит человек с картонкой. И картонкой над мангалом помахивает. Такой же шашлык, только, наверное, кошерный. По поводу кошерных ресторанов. Когда мы были в Израиле, кузен жены, который учится в Ешиве на Равина, пригласил нас в ресторан. Он, по-моему, назывался Рива. Кошерный ресторан, рыбный. Конечно, я лопухнулся сразу. Шепотом, слава богу. У Сони, жены своей, спросила, нельзя ли креветок заказать. Вообще, забудьте об этом, прошепела она. Не кошерно. Но там подавали такие рыбные закуски, типа французской кухни. В общем, очень мне понравился этот кошерный ресторан. Еще была закусочная, похожая на буфет, на Малой Бронной. Там сейчас гастроном Малые Паруса. У них у первых появились горячие бутерброды с сыром и колбасой. Я там опохмелялся раза три. Хорошее было место, но оно не такое было, как шашлыки и пиво у Никитских ворот. Здесь можно посидеть, поговорить неспешно. В буфете хорошо обсуждать творческие планы. В буфете Дома кино я присутствовал при зарождении замысла клипа группы «Стрелки». Были лучшие операторы страны. Осадчий, Козлов, Апельянс, Мачельский и другие. И один из продюсеров группы «Стрелки». Операторы ему рассказывали, как сделать клип дешево. Надо, мол, снимать на белом фоне, и там девчонки будут голые. В принципе голые, но ничего не показано. Руками, ногами прикрыто, чего нельзя показывать. Продюсер ушел, а операторы долго спорили, кому снимать. Кричали даже. В буфете, конечно, можно обсуждать творческий план типа «Аватара». Многобюджетный, грандиозный, с классальными инвестициями, но только начать. А потом, милости просим на Красный Октябрь, а лучше сразу в Нью-Йорк. Вот там я посещал буфеты. Не «Баффетс», подчеркну, а буфеты. Формальные рестораны, но по сути русские самовары, дядя Ваня, они мне понравились. В легендарном русском самоваре я был лидером дринков. 16 дринков у меня было, не исключено, что двойных. Вообще, буфеты должны быть везде открыты, по всей России. Если страна примет, мой вариант национальной идеи, то так и будет. Вариант прост. Традиции, истоки, основы. Один из великих князей говаривал, веселье Руси есть пити. Пити не бараний суп, который имеется в шашлыках и пиве, а бухло. Если принять это как действительно национальную идею, то надо прекратить зарабатывать деньги на выпивке. Основной лозунг «Час похмелья» – позор обществу. На международной арене сразу займем лидирующие позиции. Подпишем любые международные договоры, но не выполним. Отмазка такая – бухие были. Это будет честно, без лицемерия. Гораздо свободнее станет на улицах. Многие сопьются и умрут. Все-таки 140 миллионов – это слишком много для охраны углеводородов. Вполне хватит половины. Все деньги от газа пойдут на водку, все деньги от нефти на водку, и она уже не продается, а насильственно навязывается, пропагандируется. Вот тут и пригодятся буфеты. Выжившие заинтересуются закуской. Недрогой, душевный. Приблизительно такой план. Эх, преподаватель запросил про хорошее, а меня все равно на пьянку вывело. Но это ведь и есть хорошее. Так или не так? Вот в чем буфет. Вот такой вопрос у меня. Вот после почемпионерских чтений, как вы думаете, сколько вы сегодня выпьете? Из-за того, что завтра закончился завтрашнего дня, как вы знаете, карантин в школах, значит, завтра рано вставать, дабы к 8.30, понимаете? То есть сегодня я выпью не очень много, но надеюсь, что качественно. Спасибо за руку. Ну, какая-то конкретика все-таки. Вот вы ушли немножко от ответа. Ну, я могу помочь. Вы знаете, вот вы хотите помочь или новый вопрос? Я хотел немного конкретизировать вопрос. Андрей Орлов. Скажите, Михаил, а с чего вы сегодня начали пионерские чтения? С Джимсона. С Джимсона, я же ответил все. Еще вопросы? А могут в отдельных регионах быть хинкальные? Они же тоже посчитаны. Хинкальные есть. Если бы я все перебирал, это 15 таких журналов нужно. Миша, маленькая лаверда. Хинкальные прекрасные в Сочи. Я помню, в Сочи, когда снимали фильм «Парк советского периода» напротив гостиницы, раньше она называлась «Ленинград», сейчас «Парк-отель», по-моему. Там есть шикарная хинкальная, отличная караоке. Миша, маленькая лаверды. В Тель-Авиве в ресторане три звездочки, почему такие кошерные, синие звездочки были на двери ресторана, то есть кошерный, перекошерный ресторан. Я тоже подумал про креветки и сказал своему приятелю, говорит, сейчас бы креветок заказать. На что официантка сказала, так и заказывайте. Она говорит, так это же кошерный ресторан, с которым он говорит, ну. Я говорю, так нельзя же. Он говорит, мы проведем по кассе хлебом.